доброго времени мы начинаем сегодня встречи на прямую эфир проводим кто не знает меня зовут ведьма бажина так сейчас я попробую себя чат включить так пожалуйста пишите восклицательные знаки плюсики ставьте как меня видно слышно чтобы понимала как у нас проходит связь доброго времени значит значит слышно отлично у нас сегодня на самом деле очень интересная тема а мы сегодня будем говорить обо всем о магии о ритуалах какие ритуалы жизненно необходимы для каждого человека и что человек может сделать самостоятельно да а именно за какой помощью он может обращаться к ведьме зачем эта помощь нужна и что она даст для человека вообще как бы в целом поэтому задавайте свои вопросы пишите то что вам непонятно то что вам не ясно да я сейчас просто немножечко буду говорить рассказывать вот ну и попутно буду смотреть как бы да то что какие вопросы вы задаете если есть такие которые с нами первый раз пожалуйста поставьте плюсики и напишите откуда вы какой город какая страна будем знакомиться и обязательно пишите откуда нас узнали ну что давайте я начну пока говорить пока у нас люди присоединяются немножечко тему буду раскрывать есть такое понимание как уровень бытовой магии то есть на этом уровне может заниматься человек абсолютно каждый кто желает свою жизнь скажем так достигнуть особо определенных результатов до лучших результатов исправить свою жизнь к лучшему наладить ее чтобы жизнь была счастливой что при этом в первую очередь нужно сделать то есть это во первых действия обязательно нужно предпринимать действие не просто хотеть и сидеть на одном месте то есть от этого абсолютно ничего не изменится но о том чтобы делать определенные если в том числе и магические потому что только а магическим путем можно решить скажем так основные вопросы все это первую очередь начинается с уровня бытовой магии абсолютно каждый человек занимается магии кто-то осознанно кто-то не осознанно но магия это жизнь она присутствует абсолютно у каждого человека и те или иные ритуалы они всегда делаются даже самый простой да вот ритуал это когда вы день рождения зажигаете свечи на торт ставите но к сожалению вы их потом тушите это очень плохо что происходит в момент когда вы тушите свечи вы задаете программу задаете программу то есть свечи в осковом свечи да они впитывает программу потому говорить и то есть вы зададываете желание вы вайте свечи вкладываете вот эту программу до когда загадываете какое-то желание что вы делаете потом вы сдуваете эта программа если сносить ее на нет тем самым она носится еще и может нанестись порчи таким образом делается самого порча это очень плохо до есть отголоски этих традиций которые исток откуда вообще это пошло изначально изначально ставился пирог до сладкий пирог ну сейчас это торты в основном ставился пирог и в нем ставились свечи по количеству прожитых лет ну как вот и сейчас в принципе ставится так свечи вот но это свечи ставился этот пирог роду в благодарность за прожитые годы до чтобы получить благословение на следующий вот сам исток вот этой традиции он идет именно оттуда вот а по факту что получилось получилось искажение фактов искажение традиций и люди сами себе начали видеть то есть если вы например день рождения покупайте торт и хотите его покушать просто вы туда свечи не ставьте это просто у вас будет праздничный торт если же вы именно со свечами делать это делайте это правильно такой торт относится по дереву благодарность роду пером да например если вы делаете так есть честно не понимаю у меня вот не видно чатом теперь я увидела чат вот сейчас я посмотрю если какие-то были вопросы я на них быстренько отвечу так нет так отлично вот теперь я все вижу женщина конца не разобрались совсем все хорошо значит продолжаем какие традиции да еще какие ритуалы обязательно допустим то что связано с такими жизненными циклами это вот как день рождения например да вот такая традиция когда ставится свечи в торт это именно оттуда она идет то есть это те ритуалы которые делает человек как бы тоже это же магия то есть просто многие перевели это как бы ну просто это наши традиции да то есть это не расценивают как магия но на самом деле это не что иное как магия поэтому да это такие вещи которые делаются но делать их нужно правильно изучая традиции изучая нашу историю тогда у вас будет все проходить правильно уровень бытовой магии это когда вы делаете те или иные ритуалы таком в бытовом плане да не какие-то там сложные да что-то например там по один кладбище на перекресток да там или еще что-то то есть это уже совершенно другой уровень но в бытовом плане когда вы делаете что-то для себя для своей семьи для своих родных и близких например когда вы общаетесь с домовым это тоже уровень бытовой магии это духи которые с вами обитают которые живут в вашем пространстве в вашем доме и они вам помогают соответственно тоже есть определенный ритуал когда вы налаживаете связь например с домовым да когда вы его угощаете проводите определенные ритуалы и он вам начинает помогать что человек как бы должен делать для себя чтобы его жизнь стала ну как бы налаживаться да именно к лучшему в первую очередь это ритуал очистки да то есть нужно понимать что когда вы ну пытаетесь исправить свою жизнь к лучшему да когда вот что-то у вас происходит не так вы же делаете а например какие-то определенные действия да пытайтесь что-то сделать но если есть какие-то негативные например у вас программы да вы них не знаете но понимаете что да если что-то не получается значит что-то мешает ну это логично но поэтому обязательно сначала нужно начинать в этом случае с чисток то есть нужно во первых сделать диагностику нужно понять что не так если вы этого не знаете и уже после этого до делается чистка то есть убираются именно те негативные программы которые у вас есть только после этого делаются ритуалы на наполнение на наполнение и на приобретение до ритуалы или обряды проводятся для того чтобы наполнить наполните свою жизнь теми определенными энергиями да и либо притянуть те программы выставить ситуационный ряд который вы привел к достижению какого-то результата данному который вы например для себя ставите ну и конечно же защиты защит много не бывает защит должно быть много и они должны быть абсолютно разные до разного характера какая-то защита вас будет на например там энергетическая да вот огненная например стихийные какие-то да там кольцом которая будет вас оберегать ваше энергетическое поле не будет подпускать к вам ну те или иные программы которые направлены либо на вас либо которые скажем так ну социального характера да вот что это может быть это когда вы ну общаетесь например просто с людьми ну в социуме да вот каждый человек он по-своему эмоционально да и где-то переживает какие-то вещи что-то пропускает через себя есть люди которые могут постоянно кого-то жалеют им всех жалко они тоже вот все это через себя через себя там встретили вы например какого-то знакомого вот у вас спросили ой как дела там вы там то что тогда там поздоровались все вам начался поток вот этих всех что происходит в жизни у человека все ему стало легче он высказался пошел своей дорогой а вы еще там несколько дней будете это все переживать ну и как же там вот что-то там такое вот случилось и так далее то есть таким образом вы как бы нахватываете на себя да и либо даже банально что в магазине где-то да вот где-то вы по улице идете с кем-то столкнулись кто-то находил там в плохом настроении либо вообще какое-то ну не знаю какой там алкогольная или наркотическая зависимость и человек идет ну банально там может быть просто вот больной на голову такие тоже ли конечно на улице встречаются вы могли бы случайно зацепить все у него уже пошло выливание вот этого негатива вашу сторону если защита у вас мало либо их вообще не тогда пробиты у вас в эмоционально подавленном состоянии все вот это тоже будет ложиться на вас негативными программами я не говорю что это какой-то порчи сразу ложится конечно нет но это все равно идет такими вот как бы точечками да вот на такими негативными вот капельками которые знаете вот есть вот если берем чашу да и вот туда вода будет постоянно карта да вот вроде бы одна капля это незаметно вроде бы ничего страшного но рано или поздно а всегда есть последняя капля да когда начинает переливаться через верх вот когда уже начинает переливаться через верх это уже серьезные проблемы то есть вот не нужно доводить ситуацию до вот этой последней капли поэтому чистки периодически нужно делать обязательно какая периодичность идет примерно где-то раз в сезон раз в два-три месяца это как бы рекомендовано да делать чистки и усиливать защиты для чего чтобы как раз вот избежать вот этой последней капли даже если в вашей жизни вы чувствуете что все хорошо и ну вам ничего не мешает что все проходит у вас как бы гладко да нет никаких проблем у вас хорошая работа семья и так далее и тому подобное ну вот есть такое понятие как нет предела совершенства всегда же хочется чего то лучше человек должен стремиться к лучшему они сидят на одном месте дают меня все устраивать ничего не надо это плохо это дорога вниз что человек должен стремиться к лучшему и еще большему результат вы достигли определенного результата не нужно седи это месте нужно двигаться дальше выше дальше 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 только в этом случае вы сможете свою жизнь а именно направить в то русло, в которое нужно, и набрать ресурс. Для чего нужен этот ресурс? Во-первых, для вас лично. Во-вторых, этот ресурс накапливается, он остаётся в вашем роду. И также он будет сказываться и на ваших детях, и, как говорится, внуках, правнуках. То есть он ложится в роду как родовым уже ресурсом. Вы как бы кормите уже свой род. Ресурсы очень важны. Они могут быть родовые. Если род у вас, например, был слабый, вы при рождении не получаете то, что вам нужно. И отсюда идут пробоины где-то, где-то что-то не получается. Бывает так, что человек вроде бы и старается что-то делать. Может быть, даже магически работает, и в физическом плане предпринимает определённые действия. Но бьётся, знаете, как говорят, как рыба в лёд. Что-то делает, 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 но у него ничего не получается. Это говорит о том, что нет ресурса. Либо ресурс вообще идёт в минусе. В основном ресурсы складываются из трёх основных таких моментов. Это то, что даёт вам род. То, что вы принесли с собой из прошлого жизни, из прошлых своих воплощений. И то, что вы уже успели сделать в настоящем. Вот эти три основных аспекта даёт ваш здесь и сейчас, на данный момент. То, что у вас происходит в жизни сейчас. И если где-то хотя бы по одному из вот этих трёх есть проблема, начнёт разрушаться и всё остальное дальше. Поэтому здесь нужно обязательно вот такие аспекты нарабатывать. С родом нужно работать обязательно. Никогда не устану об этом говорить. Род – это одна из важнейших таких моментов, структур, которые составную вашу часть. Это всё. Это ваши силы. Это ваши ресурсы. Это и помощь, и поддержка. Это и мудрость. Это и знания родовые, которые там есть. Ну, в том числе, в роду, конечно же, есть и хорошее, и плохое. Потому что род – это огромная энергоструктура, которая состоит из ваших настоящих, которые сейчас люди живут. Это ваши предки и будущие ваши потомки. То есть вот это всё – это род. Это не только мама, папа, мои дети, бабушка, дедушка, кого вы там видите или не знали. Вот всё. Многие просто считают, что это не род, это семья. А род – это как минимум семь поколений вглубь. И вот эта вот вся вот эта энергоструктура, она на вас влияет. Она оказывает на вас влияние. Со всеми своими программами. И хорошими, и плохими. А поскольку людей – это колоссальное количество, это их очень много. Вот смотрите, первая линия, да, первое поколение – это от вас идёт как бы ваши родители. Да, я уже много раз повторяла, но очень много сестновых людей идёт, поэтому они все это помнят и не все это знают. Значит, первая линия – это ваши родители и в том числе тёти, дяди. Да, вся вот эта вот линия. То есть, ну, как минимум, это ваши родители, да, это минимум два человека. Это при условии, что, ну, с родителями, допустим, ну, у них нет братьев и сестёр. Но следующая линия, да, то есть второе поколение – это уже бабушки, дедушки. Это тоже минимум четыре человека. Но, как правило, это уже гораздо больше идёт, да, и вся вот эта линия, то есть все бабушки, дедушки, не только те родители, которые малые и папы были. Да, и, соответственно, их сёстры, да, вот эта вот вся линия – сёстры и братья. То есть здесь, смотрите, каждое поколение, оно увеличивается с геометрической прогрессией. То есть и каждая линия, она вот больше, больше и больше, да, больше количества людей. И чем больше вглубь, тем больше людей. И каждый человек, каждый абсолютно в своей жизни, он, конечно же, совершал и хорошие, и какие-то плохие поступки тоже его жизни были. И всё это как бы собирается в роду, да, и формируется ресурс рода. Вот эти все программы, они остаются в роду. Вот, и то, что было хорошее, чтобы у вас была возможность получить это хорошее, род должен быть сильным. А сильные рода, к сожалению, сейчас встречаются ой, как редко. Это буквально единицы, их можно пересчитать на пальцы. И основной такой ещё момент, когда род именно портится, это неправильное помиды. Когда тоже вот очень тяжело до людей, некоторых достучаться, то есть не хотят проводить абсолютно никакие параллели, пока людям вот, ну, бывает, вот объясняешь, объясняешь, вроде бы слышат, вроде бы, да, соглашаются. А потом, ой, ну нет, ну у нас так было принято. А почему вы не хотите заглянуть глубже? У кого у вас было принято? У ваших родителей? Проследите историю вглубь на несколько поколений. Ну, многие её, конечно, и не знают. Ну, изучите этот вопрос, его же можно изучить, это реально. Докопайтесь до истока, а не до того, что было, вот, допустим, с вашими родителями. Проанализируйте ситуацию, всё ли было так хорошо. Да, вот, в частности, те же помины, как я говорю, когда вы поминают. Поминают, когда человека, вот многие говорят, вот поставили рюмку с водкой, сверху чёрный хлеб. Это порча народа. Это не поминь. Это порча народа. Это вы делаете сами, делаете порчу народа. Этим вы род ослабеваете. Он становится слабым. Потому что души в роду слабые, они не могут помогать. Они не могут помогать, и они потом не могут и переродиться в более благостную, более хорошую жизнь в следующем своём воплощении. Потому что душа слабая остаётся. Вот, поэтому вот это тоже нужно понимать. Помины делаются только благостной пищей. Что такое благостная пища? Это белый хлеб. Это сладкие пироги. Это могут быть фрукты. Это каши, да, ну, не солёные каши, а вот именно сладкие. Это может быть, ну, отварной рис, да, вот крупы когда отвариваются. Это, если из напитка мы говорим, да, это молоко. Это может быть и чистая вода. Это может быть кисель или компот, да, но ни в коем случае не алкоголь. И помины, конечно же, не делаются мясной пищей. То есть это вот такие исключающие основные три момента. Это вот алкоголь, чёрный хлеб и кровная пища. Этим ни в коем случае нельзя делать помины. Нельзя поминуть. Этим вы рук только ослабеваете и наносите порчу. Вместо того, чтобы исправить ситуацию, вы её только усугубляете. И не говорите мне, что это была традиция, потому что у нас так делали. Это неправильно. Таким образом проклинали рода раньше. А потом это вот всё перекрутили с ног на голову, и это почему-то стало традицией. Неправильной традицией. Для чего? Чтобы у людей не было связи с родом. Это умышленно всё делалось. Чтобы не было связи с родом. Чтобы люди были слабые. Для чего нужны слабые люди? Чтобы, простите, было быдло, было стадо, которым легко управлять. Когда человек чувствует силу своего рода, мощный, сильный, как можно таким человеком управлять? Никак. Он задаёт вопросы, он пытается что-то исправить, пытается что-то сделать сам, самостоятельно. Таким человеком не управляют. Вот и ваша задача состоит в том, чтобы именно вытащить себя и свой род именно наверх. Сделать род свой сильным. И в этом может помочь только магическая работа. Есть программы, которые можно делать самостоятельно. Как я уже говорила, это уровень бытовой магии. Но очень много программ, которые можно обратиться за помощью только к ведьме, которые может сделать только мастер. Например, это та же родовуха, порода. Это порча по роду родовуха, это порча, которая есть в роду. Это не то, что на вас конкретно что-то было сделано, а именно в роду. Это было, ну, могло быть несколько поколений. Два, три, четыре поколения, пять поколений назад. И с каждым поколением, поверьте, если это не прорабатывалось, если это не убиралось, оно с каждым поколением только усугубляется. Оно зацикливается. И вот эти циклы начинают повторяться чаще и чаще. Такие программы может снять только ведьма. Поэтому в этом случае нужно обращаться только за помощью, чтобы вам помогли. Да, мы говорим, что полноценно работать с родом может только тот человек, который находится в роду. Но сам человек не может убрать такие мощные программы. Поэтому он обращается именно за помощью. И ведьма, ну, либо ведающий человек, да, вот там, мастер, он уже помогает человеку снять вот эти негативные программы. После этого идёт наполнение, да, мы начинаем работать именно над наполнением. Да, мы привлекаем в свою жизнь какие-то благостные энергии. В первую очередь, чаще всего, это, да, призыв доли. Доля счастливой. Доля что такое? Это счастье. Это счастье во всех его отношениях. Есть такое понятие доля и недоля, да, и очень, это прослеживается всё в мифологии, очень так вот сильно, мощно расписано, да, когда вот сидит две богини, доля и недоля, да, и они придут, нить судьбы каждого человека, да, и вот у кого-то эта жизнь хорошая, счастливая, да, то есть это говорит о том, что эта нить в руках доли. Но если эта нить попадает в руки недоли, начинаются проблемы, начинаются незгоды. Когда в жизни проблемы, ну, доля, она не может жить в таких условиях, она просто либо уходит, либо делается специально. Тоже бывают, когда делаются магические нападения, ставятся, например, кратники. То есть это в том числе и зависть, очень сильная зависть, тоже может послужить таким образом, что очень легко идёт отток, отток ресурсов, отток счастья. Потому что кратник можно поставить абсолютно на всё. Это не только какие-то физические, да, вот, вещи, да, это могут быть и ресурсы, это и счастье, и семейное благополучие, это и молодость, и красота, это время, это здоровье в том числе, да, это всё, это всё вот это вот со слоной. Потому что у человека главные таких вот сферы, да, которые у человека присутствуют, это деньги, это здоровье и это любовь. Да, в любовь, конечно, входит и не только, ну, сама именно любовь, да, но и семья, то есть семья и личные отношения, да, это вот в эту сферу всё входит. Вот это три основные такие вот составляющие, да, которые дают счастье в полном объёме, да, когда всё это гармонично и у человека всё хорошо. Но прежде чем вы проводите какие-то ритуалы, здесь тоже нужно задуматься, как глубоко вы находитесь в религии, почему я делаю на этом акцент. Потому что в религии прописано страдания, прописаны болезни. То есть на вас стоит печаль. И неважно, верите вы в это или не верите, как многие говорят, ой, я в это не верю, меня это не касается. Или ой, я в церковь не хожу, значит, меня это не касается. Да ничего подобного. Есть такой момент, как незнание закона не освобождает от ответственности. На вас, если вы были, например, крещены, да, если вы говорите за христианство, там проходили обряд крещения, неважно, сами проходили, или это было во младенчестве, да, вот осознанно, как говорится, неосознанно, спрашивали вас или не спрашивали об этом. Это неважно. Печать религии стоит. Что эта печать не дает, вернее, не дает? Печать блокирует. Блокирует вот это счастье, блокирует здоровье, блокирует деньги. Почему? Потому что в Писании это не многие слова, это действительно в Писании написано, что человек должен страдать. Страдать для того, чтобы, ну там, где-то в какой-то жизни, да, у него было счастье. Потому что он должен болеть. Почему? Потому что болезни даны во искупление грехов. То есть, если человек болеет, ты должен радоваться, что ты болеешь, получается, да, вот ты таким образом искупляешь грехи. Постойте, а какие грехи, когда этому говорим, например, о маленьких детях? А грехи, он очень простые, он рожден во грехе. То есть, в Писании это тоже прописано, что человек рожден уже грешен. Значит, что должен? Он должен страдать и должен болеть. То есть, ну многие почему-то эти параллели не проводят. Продолжают ходить в церковь и что-то там выпрашивают непонятно. А что вы там выпрашиваете? Если там прописаны страдания. Да, есть такой момент припущения, когда что-то дают, но, как правило, забирают гораздо больше. Вот, чтобы вот этого не потерять гораздо больше, из религии, конечно же, нужно выходить. Единственный выход из религии – это обряд крошения, который снимает вот эти печати, которые снимают обеты, клятвы, данные, вольные или невольные. Вольные, я говорю, когда в осознанном возрасте, например, проходили крещение, да, именно вход в религию был. Вот, либо в неосознанном, когда это вот, ну, когда были ребенком, либо в младенчестве, например. Да, понятно, что там никто не спрашивал, родители принесли, там и все. Вот, что происходит, когда идет именно крещение ребенка? Смотрите, когда срезаются вот волосики, да, наверху вот ставятся кресты, срезаются волосики, обрезаются потоки, которые человек принимает от небесных светил. Да, то есть токи планет, токи светил наших небесных. Каждая планета отвечает за определенную сферу жизни человека. И эти токи, они влияют на каждую определенную, ну, какую-то часть его жизни. Да, я сейчас более подробно немножечко об этом расскажу. Вот, ну и когда вот обрезается вот это все, человек не получает вот эти энергии, которые дают светилы. Он их не получает. Получается, что у него, он не напитывается ими. Все, у него стоит блок. Он не может их получить, потому что эту связь обрезали. Когда ставится крест на ножках, да, вот при моменте крещения, обрезается связь с родом. Ну и, соответственно, когда по бокам, это вот, ну, как говорится, блокируются все остальные силы. И момент, когда ребенок опускается в воду, вода здесь идет как перерождение. Он рождается в религии. То есть это новый человек. Ну, как говорится, без роду и племени, да, рода нет, его отрезали. Поэтому, когда говорят, что, ой, я пошел там помолиться там за что-то, за что вы молитесь? Вы отдаете всего себя, все свои ресурсы, все свои силы и свою душу религиозному Богу. Идет замена. У вас нет своей воли. Прописано на всю волю Божью. Вашей воли там нет. Там нигде об этом ничего не сказано. Вы не можете построить свою жизнь. Вы не можете ничего сделать, потому что не имеете на это права. Вот это нужно понимать. Поэтому крошение позволяет убрать вот эти печати, которые стоят, и в полноценном, в полном объеме получать вот эти токи светил, которые проходят через макушку, освещают ваш ум, превращая его в разум. И уже проходя полностью через все тело, через ноги, через стопы, уходят в землю. И уже оплодотворяясь землей, эти энергии снова возвращаются к вам. Но уже энергия жизни, наполненная живой, даруя вам здоровье. Вот таким образом происходит вот этот обмен. Это когда он идет у вас полноценно. Поэтому это очень важно. Ну плюс еще такой момент, что в религии запрещены вообще любые магические действия. Хотя сами они действительно проводят ритуалы, и обряды не прямо говорят. Это обряд такой-то, обряд такой-то. Они же это говорят. То есть они напрямую занимаются магией. Но для других людей это под запретом. Почему? Потому что если вы начнете строить свою жизнь к лучшему, вы разве туда пойдете? Нет, не пойдете, а вы должны страдать. Вы должны отдавать свою энергию и свою жизнь туда. Вы должны кормить этот обраган. Вот что происходит. Так, сейчас посмотрю, что у нас здесь было по вопросу. Так, расскажите, пожалуйста, про коричневую свечу в бытовой магии, связь, на связь с Землей. В какой день лучше воздвигать и что лучше говорить? Ну, смотрите, во-первых, Земля лучше всего... Ну, здесь нет определенного дня. Почему? Если мы говорим по токам светил, да, кстати, сейчас тоже немножко я носит, расскажу так буквально в двух словах. Земля, мы живем на Земле. То есть мы по факту, по праву рождения, мы на Земле. Поэтому это можно делать абсолютно в любой день. Но сам активность Земли, она начинается с весеннего равноденствия, да, вот как раз уже сейчас уже началось, и до 14 октября, до покрова. То есть вот это вот, когда Земля активна. Сейчас она просыпается, она уже начала пробуждаться, да, она сейчас начнет оплодотворяться Солнцем. Сейчас как раз вот и будут в ближайшее время уже, да, назначены встречи, когда будет Земля оплодотворяться, когда можно делать и нужно делать ритуалы и обряды на оплодотворение, на получение того, что вы хотите, да. То есть очень мощные энергии сейчас проходят. Сейчас идет, как бы, движение, вот такое сокодвижение, да, вот по Земле, вообще вот по жизни, да, вот сейчас все начинает расти, начинает расти, расцветает. Да, сейчас Земля оплодотворяется, и она потом дает свои плоды. Вот сейчас как раз очень такой мощный период на зачем чего-то, когда вы что-то хотите получить, вот проводить именно вот такие ритуалы. И вот активная Земля, она будет, как я уже сказала, до покрова. Покров тоже, кстати, к религиям абсолютно не имеет никакого отношения. Покрова – это когда Земля начинает покрываться листвой, да, и затем снегом. Вот отсюда идет правильное, ну, понимание покрова. То есть Земля, она укрывается, и она, ну, как бы засыпает, да, вот на зимний период она, земля и вода, кстати, они вместе. Вот, и потом уже по весне они просыпаются. Вот таким вот образом проходим. Поэтому работать с Землей вы можете, в принципе, каждый день, да, даже зимой. Вот, ну, просто зимой эти энергии немножко слабее проявлены, чем вот в период с весеннего равноденствия до покрова, до осени. Вот поэтому работайте каждый день. Что лучше говорить, можно своими словами обращаться, можно, есть определенные заговоры, да, заклинания. Если вы приобретаете, например, свечи в наших магазинах, там такие заклинания прилагаются к свечам. Также вы можете подробнее почитать на сайтах, на сайте Империи Сильнейших Ведьм. У них, кстати, есть раздел «Планетарная магия», где есть обращение, ну, именно по планетам, как правильно к ним обращаться и как делать подношения, да, чтобы получить именно, ну, и ритуальная часть, конечно же, тоже, чтобы получить именно то, что вы хотите, те ресурсы, которые, те токи, которые могут вам дать эти планеты. Вот, смотрите, основное то, что как бы дают планеты, Солнце, да, начнем, скажем так, ну, с главного светила, да, вот нашего, Солнце дает жизненную, вообще как бы жизнь, да, жизненную силу, он дает вообще силу. Но в том числе и именно в планетарном масштабе, да, оно как бы дает и по здоровью прослеживать еще, да, то есть здоровье, сила, то есть движение, да, через Солнце можно работать абсолютно на все. То есть даже если вы делаете какой-то другой ритуал, не связанный, допустим, скажем так, с солнечными энергиями, вы можете привлекать солнечные энергии для того, чтобы улучшить и усилить тот ритуал, который вы делаете. То есть вот таким образом срабатывает Солнце. Вот, например, Луна. Луна – это показатель психического состояния, да, и в том числе, ну, как эмоционального, психического состояния человека, так и, если вы занимаетесь магией, это магические способности. То есть это ясновидение, яснознание и тому подобное. То есть это развитие вот именно способностей магических. В том числе Луна отвечает за красоту, за молодость и за обновление. За это, конечно, и Венера отвечает, но через Луну тоже можно такие аспекты прорабатывать. Дальше у нас идет Марс. Ну, я так как бы по дням, да, говорю, так, в воскресенье у нас было Солнце, понедельник была Луна, вторник – это Марс. Марс – это ярая сила. Марс – это агрессия. Ну, агрессия правильно направлена, да, чтобы здесь, главное, не приступить к черту, когда вы правильно направляете вот эту вот силу, да, вот эту вот агрессивную, вот эту ярую силу, куда ее направляете? На защиту, в первую очередь. На защиту и, возможно, даже и на атаку какую-то, но на отражение, на отражение, когда вы, ну, тоже, опять-таки, это через защиту все-таки идет. Поэтому очень важно вот это все понимать. Да, Меркурий – это у нас идут больше как, ну, скажем так, связи с общественностью, да, то есть это общение, это коммуникабельность, это как вы умеете взаимодействовать с Солнцем, это тоже очень важно для каждого человека. Юпитер – это как духовный учитель, и в том числе это счастье, успех, это слава в таких глобальных уже масштабах, это богатство, то есть за это Юпитер отвечает. Пятница – это Венера, как я уже сказала, это любовь, все, что связано с женским аспектом. Причем и любовь, в том числе, не только в личных отношениях, но и любовь, как бы в бытовом плане, да, умение человека видеть красоту во всем, в том числе и красиво одеваться, красиво говорить. Это тоже очень важно, когда человек, вот глядя на какие-то предметы, да, он видит, что это красиво, он умеет красиво оставить и встановку, сделать, ну, какой-то дизайн, да, когда он что-то творит, он делает это красиво. Вот за это отвечает Венера. И суббота – это Сатурн. Субботу прорабатывается это время, Сатурн – это время, и это еще такой, ну, я бы сказала, как карающий учитель, да, который – это карма. То есть здесь идет проработка кармы и проработка рода. Если мы говорим в некоторые дни, да, вот проводят там мужские дни и женские дни, когда некоторые ритуалы, да, мы делаем те или иные, говорю, что сделаем такой-то или такой. Суббота не является ни мужским, ни женским днем, это день, когда работают с родом, работают с кармой, то есть это идет работа со временем. Вот суббота, она отдельно, как бы она сама по себе идет. Точно так же, как и воскресенье, да, воскресенье на силу хорошо очень делают ритуалы, именно связанные с усилением, с приобретением, славлением, да, определенные, вот вы когда прославляете силы, которые вам помогают. Это тоже очень важно. Так. Так, в какой, с какой периодительностью работать с родового? Смотрите, я уже как бы сказала это, да, лучше всего работать по субботам, по количеству, с какой периодичностью, я не могу вам точно сказать, но если более серьезные программы, как минимум они прорабатываются 9 суббот, это минимальная работа. А вообще работа с родом, это работа всей жизни. Здесь невозможно же сказать, что я вот сделала там один, там три раза, или вот девять раз сколько мне написали там, и все, я вот молодец, больше мне ничего делать не надо, ничего подобного. Чем больше вы работаете с родом, тем сильнее становится род. Чем сильнее ваш род, тем больше он может вам дать. А самостоятельно родовуху снять, ну, не может практически никто. Это очень мощная, очень серьезная программа. Это может сделать только ведьма. Чтобы снять родовуху, если вы знаете, или может быть обращались за диагностикой, что у вас есть родовуха, ее может снять только ведьма, это только мастер может снять такую программу. А уже дальше дорабатываете вы самостоятельно. То есть если вы обращаетесь к нам за помощью, мы после каждого ритуала даем подделы. Подделы это самостоятельная работа для того, чтобы вы смогли дотянуть вот эти энергии уже для себя. То есть силы любят, когда человек тоже что-то делает. Не так, что вот пришел на прием, вот, ну я вам деньги же заплатил, все, больше я ничего делать не буду. Это неправильный подход, так не будет ничего работать. Да, мастер, возможно, вам и проведет какую-то работу, да, за те деньги, которые вы ему платили, если он там кому-то обращается. А какой будет результат, если вы ничего для этого не делаете? Да, возможно, станет немножечко лучше на какой-то период. Но если вы дальше ничего делать не будете, все вернется на круги своя. Поэтому вот это тоже нужно очень понимать. Церковь, цикро, да, совершенно верно. Это действительно все на крови, и это мертвая энергия, это некротика, это некромантия. То есть смотрите, что там там, все через мощи. Да, там вот, ну, а святость, что такое святость в понимании церкви? Это же вообще какой-то ужас. Святость от слова свет. О каком свете можно там говорить, если там одни мучения и страдания? Какой может быть в этом свет? Вот объясните мне, пожалуйста, абсолютно никакого. А церковь, да, она очень часто строилась на крови, поэтому и название. То есть русский язык, он очень образный, говорящий, да, здесь невозможно обмануться. Если вы хотя бы немножечко задумываетесь, да, вот над этим, расшифровка, она в каждой букве есть. То есть церковь, церковь, то есть, да, это кровь, они строились на крови. Там всегда приносились жертвоприношения, и очень часто именно людьми. То есть это энергия страданий. Это энергия страданий, страданий боли. Слава Олене Полынь за обряд крошения, да, потому что крошение действительно, оно даёт именно силу, даёт, освещает ваши пути, да. Это такие колоссальные энергии, понимаете, вы начинаете, как бы, видеть мир вообще в других красках. У вас как будто открываются глаза. Начинаете полноценно получать вот эти энергии со Вселенной. Это просто, ну, это невозможно передать словами, какая-то радость, да, идёт, вот, ну, это счастье, это внутри всё начинает светиться. То есть изначально сам обряд вот крошения, да, почему, видите, вот созвучно, крошение, крещение, религии абсолютно ничего не сделали самостоятельно. Они всё у кого-то украли, какие-то древние знания, откуда-то то, что было, и всё это перекрутили на себя. Что-то перевернули с ног на голову, что-то подделали под себя, и постепенно это всё переделалось, переделалось так, чтобы, ну, только люди страдали. Вот, но изначально крошение было для того, чтобы осветить человеку пути, да, то есть когда он получает полноценный токий светил, его пути освещаются. Его путь становится чистый, он видит вот этот свет, и вот этот свет, он всё озряет вокруг. То есть вот это всё светится, он всё видит, он осознаёт, он становится разумным, не просто умным, а именно разумным человеком. И, соответственно, его жизненный путь, он сам ведёт себя на своём жизненном пути. И те поступки и действия, которые он делает, они вот эти вот и ведут его, его жизнь, да, вот состоит его жизнь, в какую сторону он пойдёт, скажем так. А когда делаешь защиту на луке, сколько его держать у кровати? Защита на ночь. Ну, если защита на ночь, то ночи держите, конечно, потом убираете, на помойку это всё относите. А так, такого плана, они защиты, да, есть в открытом доступе, на лук, на чеснок, да, особенно когда с иголками это всё делается, лучше в соль ложить. Ну, как правило, ну, не больше трёх дней, потом это всё выкидывается, потом, например, можно новые ложить. То есть вы сделали сам вот ритуал, да, вот провели его, и уже после этого всё в это дело выносите. Потом обязательно, если вот мы говорим о доме, кстати, дом тоже обязательно нужно чистить, потому что вы привыкли делать что-то, может быть, для себя, да, вот, ну, знают, да, что есть магия, как бы, да, вот, ну, отрицать этот факт просто было глупо, потому что сама жизнь – это магия. Человек рождается, само рождение – это магия есть, потому что как вот из семени, да, из семени, просто вот семя, да, оно, семя, да, оно оплодотворяет яйцеклетку, да, вот это всё, и рождается, потом постепенно, да, вот эмбрионы, потом рождается ребёнок. Это разве не магия? Можно сказать, что как бы с ничего, да, с маленького-маленького семени рождается человек. Это магия, это перерождение с одного, да, в другое состояние. Это магия, жизнь – это магия, отрицать это было бы, ну, по меньшей мере, это просто глупо. То есть магия – это мироздание, это знание мироздания, это законы мироздания. Просто многие понимают, вот, слово магия какое-то, ой, там, махнули волшебная палочка, да, там, что-то пошло-произошло. Это не магия, это колдовство. И это нужно понимать, да, что вот есть такое чёткое, ну, как бы, разграничение. А магия – это жизнь, это наука о мироздании. Когда вы ведаете, когда вы знаете, каким путем нужно идти. И подсказать этот путь может только ведающий человек, только ведьма. Только тот человек, который изучает эти законы, он может вам подсказать, по какому пути и как действовать, и куда идти. Поэтому обращаться за помощью нужно обязательно. Самостоятельно человек очень редко может что-то исправить, исправить, особенно когда, ну, всю жизнь он что-то там где-то делал, где-то что-то не делал, чаще вообще ничего не делал или делал это не так. Да, то есть, грубо говоря, вы вот всю жизнь накапливали, накапливали, накапливали вот эти негативные программы, страдали, мучились, ну, потом где-то у вас произошло осознание. И потом раз, вот, надо работать, пришли. Что мне нужно сделать? Хорошо, да, посмотрели, что, как, есть. Обязательно нужно делать диагностику, потому что не просто сделать чистку. Да, чистки тоже можно делать, допустим, без диагностики. Вы пришли, почитали где-то, да, что поняли, что нужно делать чистки обязательно, да, снимать негативную программу. Но, когда вы не знаете, что вы снимаете, ну, да, естественно, чистка пройдёт, да, программа негативная снимется. Но нужно понимать, что снимать. Ритуалов великое множество. И когда вы понимаете, что конкретно вы снимаете, когда вы правильную работу проводите, во-первых, вы не растрачиваете свои силы и ресурсы, вы делаете правильные действия. И этим самым вы получаете результат. Именно из правильных действий. А направить, ещё раз повторюсь, может только вену. Сам человек, это очень редко, когда знает и понимает. И опять-таки, только изучая это, можно это получить. Если вы этого не знаете, просто где-то в интернете что-то начитались, или кто-то вам сказал, ой, ты знаешь, я вот там что-то видел, вот такое классное, давай сделаем. Интернет, это, ну, своего рода тоже, как и, ну, можно сказать, что большая помойка, да, там действительно очень много информации. Есть и хорошая информация, я не говорю, что это плохо, всё плохо. Но нужно уметь эту информацию отсеивать, ненужную информацию, я имею в виду. Нужно анализировать это всё. Особенно очень много идёт, знаете, таких вот вещей, когда, например, на каком-то иностранном языке что-то написано. Там какой-то там мёртвый язык, да, там вот там заклинание какое-то древнее, там самое сильное, самое могучее, там в кавычках, да. Вот если вы это прочитаете, будет вам счастье, да, там и так далее. А люди, о, это же всё бесплатно, буду проводить. Непонятно, что там начитали, в итоге что получается? Вы вообще не понимаете, что вы делаете. Вот таких вещей категорически делать нельзя. Когда вы проводите ритуал или обряд, какую-то магическую работу, вы должны чётко понимать, что вы делаете. Вы должны понимать каждое слово. Только в этом случае вы получите то, что вы хотите. Иначе вы можете только потерять. Вплоть до того, чтобы потерять даже свою жизнь. Любой ритуал, который вы проводите, когда вы читаете какое-то заклинание, оно должно у вас откликаться, вы должны понимать, что вы делаете. Не должно быть противоречий. Очень много намешанных, неправильных заклинаний в интернете, которые людям только вредят. И когда уже человек к нам обращается, после вот такой работы самостоятельной, иногда такую работу очень тяжело исправить, потому что там столько всего бывает намешанных, что пока этот кубок разгребёшь, пока его, как говорится, найдёшь ниточку, за которую нужно потянуть, это занимает очень огромное количество времени. Которые говорят, вот что вот я провёл ритуал, вот я у вас обратился за помощью, там, за каким-то ритуалом, например, вот, мне ничего не помогло. Почему ничего не помогло? Давайте разбирать, почему не помогло. Нужно смотреть. Может быть, вы какие-то неправильные действия делали. То есть здесь тоже будет быть очень много факторов. Поэтому, когда ведёт вас ведьма, это очень важно. Она видит, она знает. Кто такая ведьма? Это ведающий человек, который ведает, который знает ответы на эти вопросы, который может вам помочь. И без этой помощи самостоятельно очень редко получается что-то сделать. Очень редко. Так, чистая чесноком с иглами стоит неделю. Мне так хочется. Это нормально? Да, это вполне нормально. Смотрите, всё идёт по ощущениям. Алёна Полуин всегда говорит, что магия – это творчество. То есть если вас именно толкает именно так сделать, вы чувствуете, что это правильно. Ну, безусловно, есть же, конечно, такие моменты, которые, ну, скажем так, чтобы не шли в противодействии, да, потому что есть бывает, что «Ой, а мне так хочется, ну, сдуру, что-то там сделали, вообще непонятно, а потом оказалось, так делать вообще нельзя». Поэтому изучать нужно, обязательно изучать этот вопрос. Что касается срока, да, можно неделю, потом это всё дело убираете. Вот. Потому что, ну, банально, она начнёт гнить. Когда собирается туда негатив, появляется даже неприятный запах. Поэтому лучше долго не держать. Но если вы чувствуете, что где-то около недели, в принципе, это нормальный срок, который можно потом, да, обязательно потом выносите это всё на помойку с конфетками, да, со словами, говорите, дух помойки на сиденье негатива, да, уплочила. На слой уплочила кладёте конфеты. Конфеты кладутся не в саму помойку кидаются, как многие делают. Это неуважение к силам. Конфеты вы кладёте рядом. Да, вы в помойку выбросили, сказали духом помойки на сиденье негатива, и положили конфетки рядом. Либо на бортик, если он где-то есть, либо просто рядышком на землю. Вот таким образом это делается. И после этого вы уходите домой, ни с кем не разговаривая. Потому что иначе, когда вы выносите вот именно что-то негативное, как только вы открыли рот, всё вернулось назад. Поэтому может быть такое, что кого-то встретили, какого-то соседа, знакомых которых вообще сто лет никогда не видели. То есть таким образом идёт как бы провокация. То есть вот эта программа, которую вы снимали, она пытается вернуться назад. Потому что эту дорогу, она же знает, её выгнали, и куда-то надо пойти. Да, и особенно если вы зону притыка не отправляли, да, и сделали что-то неправильно или не так. Не до конца довели, допустим, какой-то ритуал. Всё, вы открыли рот, это всё вернулось назад. Причём вернулось, как правило, с усиленными такими программами. Потому что вот это всё, оно же, представьте, вы его выгнали, оно разозлилось. И тут оно потом раз, и шарахнет ещё по новой. Поэтому тоже нужно обязательно это всё как бы прослеживать и анализировать. Так, очень благодарна вам за проведённое обряд крошения во благо. Так, в один из дней, была пятница в день Венеры, после проработки, разболелась голова. Так, поступала миглень, я прилегла с вопросом, как же мне убрать эту головную боль. Вдруг появился ваш образ с кистью в руке. Вы говорите, у тебя же есть кистью, действуй. Я поднялась, сделай кисть. Так, так, братула шарашена, была таким эффектом. Благодарю. Да, кстати, во сне очень часто приходит помощь. Алена Полынь очень часто снится и действительно помогает. Очень часто даже, не просто помогает советом, да, что нужно сделать, а прям даже вот ритуальные действия проводит во сне. То есть, да, помогает людям, когда поступают такие вот запросы. Алена Полынь очень часто снится и помогает. Вот люди, ну, как бы дают подсказки, либо что нужно сделать, как вот в данном случае, да. Вот кисточка, да, которая остается после крошения, это действительно такая ваша волшебная палочка, да, с которой нужно работать, да, либо прописывать что-то, ну, как кистью пользуются, да, когда вот какие-то знаки, руны, символы наносятся, они усиливаются, да. А если пишете какие-то картины, ну, даже если вы, ну, не суперхудожник, но все равно эти картины у вас становятся живыми, они как бы магические, да, одухотворенные. И тот образ, который вы наносите на холст, он становится живой. И, соответственно, вот эту вот энергию, ну, в зависимости от изображения, нужно начинать транслировать ваше пространство и в вашу жизнь. Поэтому это такие вот магические инструменты, которые остаются после обряда крошений. Так. Был у вас ваш образ, прошу прощения. А, не Алена снилась, я снилась. Ну, да, такое тоже бывает. Вот иногда тоже говорят, что мастера тоже снятся. Но чаще всего, конечно же, Алена Полынь приходит во сне. Даже, кстати, есть книга Алены Полынь, да, во сне, где собраны именно, ну, как бы, и благодарность, да, и люди, где отзывы писали, когда снилась Алена Полынь и помогала, да, какими-то действиями, ритуалами, руководствами к действию, да, когда давала. Кстати, чтобы позвать Алену Полынь во сне, есть тоже определенный ритуал, который вы можете провести и получить помощь Алене Полынь. Это когда перед сном, вы, например, ну, возле кровати где-то, да, ну, либо возголовья, либо, может быть, томочка какая-то у вас есть, и вам можно поставить стакан топленого молока, какую-нибудь вкусняшку, там, печеньку, пряничек, и попросить, чтобы, ну, это как угощение вы ставите, да, и попросить, чтобы Алена Полынь пришла к вам во сне и помогла вам, ну, в той или иной ситуации, сами словами это просто рассказываете, а утром молочко вместе с хлебушком, да, или там с печенькой просто относите под дерево. То есть вот таким вот образом вы можете позвать Алену Полынь в сон, и она придет, вам поможет. Вот. Это вот то, что, как бы, да, вот такая вот помощь, которую можно получить самостоятельно. Но опять-таки я повторюсь, что именно обращаться за помощью, не просто заниматься самодеятельностью, а обращаться за помощью, это жизненно необходимо. Причем вы действительно обращаетесь за помощью. Алена Полынь всегда говорит, я протягиваю вам руку помощи. С вашей стороны только вот, ну, нужно эту руку взять, и Алена Полынь вас поведет. Понимаете? Но если вы не предпринимаете никаких действий, о какой помощи здесь можете речь, как вы ее можете получить? Вы должны обратиться за помощью, да, чтобы вам провели тот или иной ответ, чтобы вам сделали диагностику, чтобы у вас ведающий человек, да, ведьма, это не старая какая-то бабка-карга, которая вот сидит, колдует и там наводит на всех подряд порчи. Нет, это колдовка. А ведьма – это ведающий человек, который ведает, который знает, который направляет в нужное направление, в нужное русло, чтобы ваша жизнь стала счастливой. Да, у каждого свои приоритеты. Кто-то на данный момент старается, ну, денежный аспект, да, поправить, кто-то в личном отношении, кто-то по здоровью, кто-то еще что-то. И ведьма может направить этого человека туда, куда ему надо, чтобы исправить ситуацию, если она требует исправления. Наполнить определенными силами и энергиями, которые нужны для того, чтобы получить тот или иной результат. Оставить очень мощную защиту. Потому что человек не может сделать все сам. Не может абсолютно никак. У него банана может просто не хватать ресурсов и своих собственных сил. Да, можно начитаться кучу. Очень много всего сейчас в интернете. Можно начитаться абсолютно кучу всего. Почитать, посмотреть, возомнить себя великим магом. Вот я вот то делаю, я то делаю, мне получается. Да, у каждого человека свой ресурс и свои силы. У кого-то действительно это неплохо получается. Ну, а если вы проходите обучение, если вы понимаете, как и что вы делаете, а если у вас есть учитель, который вас направляет, то задумайтесь, какие результаты вы можете получить. У нас, конечно, один великий учитель, это Алена Полынь, который нас направляет, который нас ведет. Поверьте, ни одного нет человека, но в мире, здесь у нас на земле, который был бы сильнее, да, или обладал бы какими-то большими знаниями. И вы, нет, его не существует. Алена Полынь, это единственный человек, который ведет, которая обладает теми знаниями, которые всегда растет. Да, она не стоит на месте. Алена Полынь тоже об этом всегда говорит, что даже те знания, которые были в прошлом году, да, даже полгода назад, сейчас то, что преподносится, это все намного сильнее, потому что Алена Полынь тоже шагает вперед, учитель должен, что же это за учитель, который стоит на месте, да, вот есть такая тоже пословица, что хороший тот учитель, которого превзошли ученики. Нет, это не хороший учитель, это уже деградация. Учитель должен расти, он должен быть, вот так далее, это действительно учитель с большой буквы. И Алена Полынь, она действительно является таким учителем с большой буквы, который нас ведет и направляет именно туда, в то направление, да, чтобы мы могли построить свою жизнь. Очень много подсказок, очень много советов, как и что нужно сделать. Изучать, и есть очень много безоплатных материалов, да, которые можно для начала хотя бы изучать, а дальше уже изучение уровня магии более высокого, да, порядка, это уже университет, например, да, когда это уже посвящение, когда вы проводите ведьму или ведуна, вы уже начинаете получать совершенно другие знания. И только после этого можно сказать, что ваша жизнь состоялась. Потому что мы сюда пришли, в этот мир, да, для чего мы в этом теле? Для того, чтобы свою душу взрастить, взрастить до состояния Бога. Вот это наша цель. И вот именно к этой цели нас ведет Алена Павловна. Поэтому прежде чем что-то делать, желательно, рекомендованно, да, вот настоятельно даже так, обращайтесь за помощью. Обращайтесь сначала за помощью, чтобы вас направили, чтобы сделали диагностику, составили правильный план работы. Конечно, самостоятельно тоже нужно работать, обязательно нужно. Но чтобы не делать лишних действий, лишних каких-то поступков, не растрачивать свои силы и ресурсы напрасно, здесь он может помочь только людьмам. Увидимся.